сильной судьбой возлёг с ней в уединённое место. И далее описывается последствия этой греховной деятельности. А потомок Пхарапе затемдите, приблизиваясь к мужу, и, опустив от стыда за свидетельный грех голову, произнесла следующее. То есть она сокрушается, полное разочарование, скорбь. Она сожалеет. И, кажется, я по-моему не так же, он приобретает здравый смысл. И он сказал, из-за того, что твой ум был осквернён, и ты убрала самое неподходящее для зачатия время, не вняла моим увещеванием и была непочтительна к полубогам, вся обстановка оказалась крайне неблагоприятной. О, своенравное, из твоего скринённого чрева на свет выйдут два заносчивых сына. Эти дети у несчастных станут источником неутихающей скорби для обитателей всех трёх миров. То есть муж и жена не должны вступать в отношения, когда вздумается на правду вожделения. Потому что продукт — это заносчивые демоничные дети, особенно мальчики. Это варна сэнскара. Вот такой момент. Это очень важный момент. Поэтому, когда мы говорим о браке и о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, они должны быть построены на вожделении. Когда человек принимает решение на основе вожделения, это всегда плохо. В любом случае плохо. Вожделение всегда наносит вред духовной жизни. Итак, это то, чему мы должны учиться. Итак, противоречие. Муж должен быть всегда сильным, не отвлекаться от духовной жизни. И также он должен удовлетворить желание жены. Почему? Третий пункт. Объясняет это. Потому что у жены нет другого человека, который бы мог удовлетворить ее половые желания, кроме ее мужа. Так это объясняется. Человек правопада Ашимазбхагаватам. Существовало много случаев, в которых даже очистившийся человек привлекался проституткой. И тратил все деньги, даже те, которым он наследовал. Охота за проститутками так отвратительна, что желание иметь секс с проституткой может разрушить характер человека, может уничтожить его возвышенное положение и очистить его от всех его денег. Это единственное очищающее свойство. Незаконный секс очень строго воспрещен. Человек должен быть удовлетворен с той женщиной, на которой он женат, так как если он хоть чуть-чуть отклонится в сторону, это станет причиной большого разрушения. Грехасха в сознании Кришны должен всегда помнить об этом и всегда быть удовлетворенным своей женой и быть умиротворенным, всегда воспевая Харе Кришна мантру. Что-нибудь понятно из этого? Ничего не понятно. Продолжим тогда. Я знаю, что противоречие трудно понять, но мы постараемся все-таки понять это. Нам нужно это понять. Давайте будем внимательно слушать дальше. Не думайте, что все эти вещи можно разложить по полкам. На самом деле это опирается на личное желание и решимость каждого. Давайте продолжим дальше. Что Прабхаду делали в многоженстве? В Исконе ученики спрашивали Прабхаду об этом. Некоторые ученики хотели иметь несколько жен, потому что они видели, что пандавы имели одну жену и пятеро мужей. Другие цари имели бы много жен и прочее. Они подумали об этом. Можно ли в Исконе иметь много жен президентом? Например, к шатре, ни в гуне страсти. И Прабхаду сначала сказал положительно. Почему? Он говорит. Это исходит из единической традиции. Он объяснил почему, для чего это нужно вообще было, многоженство. Сейчас возникает впечатление, что многоженство означает, что просто мне нравятся несколько женщин. Вот поэтому я и женюсь на них. Вот и все. Не так ли? Но дело не в этом. Дело в том, что единственное, кто мог жениться, человек греховско мог иметь жену. Брахмачари, Ванапраски, Саньяхи не имели жен. Понимаете? А женщины должны быть все замужем. Поэтому они имели по нескольку жен. Чтобы они все были замужем. Обязательно. Если они не будут замужем, они будут беспокоить Брахмачариев, Ванапраски, Саньяхи. Поэтому вся война Шаматхарма вверх в дном перевернется. Поэтому мужчины имели несколько жен. Все женщины были замужем, все до единой. Но затем, то есть пропад в начале, был за эту идею. Но затем он был строго против. Потому что ученики думают совершенно о другом. Не о духовном благе. Они просто хотят удовлетворить свои чувства. Это Запад. Запад понимает это в таком вот ракурсе многоженства. Но Пурпаде строго был против и запретил строго настрого. Когда один президент попросил у него вторую жену, Пурпад сказал, надо снять этого президента. Все. И после этого никто не осмелился больше Пурпаде подходить к такими вопросами. Чтобы победить вожделение, отношения должны быть построены на любви и доверии. Интересный момент. Те преданные, которые муж и жена избегают любви и доверия в отношении друг с другом. Их враг первого этого вожделения. Любовь и доверие имеют духовную основу. Пример Дитий Кашьяпы это не оправдание для того, чтобы иметь секс, так как это пример падения. Верная жена и прошедший духовную подготовку брамачарий прекрасный союз для достижения цели человеческой жизни. Запомните две вещи. Верная жена и прошедший духовную подготовку брамачарий. Вот какая основа для брака. Если они так не воспитаны, не может быть и речи греха с Кашами. Нельзя эксплуатировать друг друга в сексуальной жизни, так как в результате рождаются заносчивые дети, то есть демоны. Отказ от незаконного секса в соответствии с наставлениями шелупруппада это первое иметь сексуальную связь один раз в месяц благоприятное время для зачатия детей после повторения 50 кругов мантры это стандарт для Искона. Если человек не способен следовать строго этим принципам, то второе человек не должен иметь секс и сексуальной связи вне брака и в браке супруги должны постепенно подняться до строгого соблюдения принципа. В любом случае человек должен продолжать преданное служение и раскаиваться если совершает ошибки. Садху не вдаются подробности этого вопроса. Слушай внимательно. Не вдаются подробности этого вопроса. В конечном итоге это дело лично каждого. Кришна свидетель и близкий друг. Мы должны развивать свои взаимоотношения с Ним. Швапрабхадаха и Агриви. В этом отношении мы должны действовать на свое усмотрение и Кришна поможет разобраться в ситуации. Не нужно советоваться со мной по любому поводу. Ты должен советоваться с Кришной который находится внутри. Садху ты должен попытаться понять принципы семейной жизни и переменять их на свое усмотрение. Заключение Швапрабхады на этот счет. Махарад Шпарикшит задает очень важный вопрос. Какой смысл людям не умеющим владеть своими чувствами искупать свои грехи? Помните да этот вопрос? Слон купается в Ганге очищается выходит на берег берет песок и обсыпается весь. То есть люди не умеют контролировать чувства какой смысл очищения? Они снова загрязняются тут же. И Шукады в Агаслами отвечает греховным действиям невозможно противостоять совершая благочестивые. Единственным искуплением является пробуждение нашего дремлющего сознания. Кришны Что мы должны уяснить? Что мы любой ценой должны продвигаться в духовной жизни несмотря на все эти трудности если они есть и они уйдут. Это единственная вещь которая убирает вожделение уничтожает вожделение наше стремление к Кришне Маданмахан Он Хриша Кеша управляет чувствами Он привлекательный Если у нас есть искреннее желание служить Кришне Он помогает нам это единственное средство Потом Прабхал говорит Даже если есть неудача нужно продолжать служить Кришне Никогда не нужно останавливаться И в конце концов каждый решает как распоряжаться своей независимостью Так мы приняли наставление и теперь это мы должны применять на свое усмотрение Будут вопросы по этой теми теми Так происходит. Например, духовный учитель, он очень твёрд. Ученик может прийти с любой проблемой к нему. Но Гуру всегда очень твёрдшее знание Кришны. Это успокаивает чувства ученика. Муж и жена должны научиться в гуне благости жить. Должен научиться жить в гуне благости. Они должны возбуждаться без причин. То есть нужно научиться, нужно подойти к этому моменту правильно. Но как минимум пропада хочет 50 кругов. Пока мы повторяем 50 кругов, но мы должны хоть как-то успокоить ум за 50 кругов. Но хоть как-то должен ум успокоиться, насколько это возможно вообще. 50 кругов всё-таки. Это займёт время. Но если после этого не утихло какое-то возбуждение, то нужно добавить ещё 50 кругов. То есть время должно быть благоприятное. Состояние у преданных, у мужа и жены должно быть хорошее, физическое и умственное. Сильное, не слабое, не больное. Это всё отразится на ребёнке полностью. То есть там есть все свои тонкости. И Кургюн повторяет для того, чтобы ясное сознание пробудить в себя. Тогда шансы увеличатся, что придёт хорошая личность именно. Можно воспитать преданного. Кто? Веседево — это особый уровень. Ему не нужно было повторять 50 кругов и так далее. Веседево — это освобождённая душа. Как в Веседево? Нет, если мы в таком сознании, как Веседево, вообще никакой половой жизни не будет. Нет, это главное. Не это главное. Если человек руководствуется желанием только наслаждаться, то это не сознание Кришны. Главное — он хочет иметь ребёнка, например. Хочет воспитать ребёнка, сознающего Кришну ребёнка. Бхакинон так умолился Кришне об этом. Что тот подавил ему сознающего Кришну ребёнка, он получил его. Вот такой брак, такие отношения — это сам Кришна. Он доминирует, это главный мотив. Разум всегда должен быть впереди. Не чувство разума. Время благоприятное для зачатия. Я не знаю многих вещей, потому что я брахмачарий фактически в сознании Кришны. Я женился до сознания Кришны. Я в сознании Кришны брахмачарий. Поэтому они очень квалифицируют в таких вопросах. Но это можно прочитать в каких-то других источниках. Вы сказали, что греха старшам, когда муж и жена претны. А если муж претны, а жена нет? Это значит, что нужно уходить и создавать новые греха старшам? Как спокойствие? А с живым греха старшам больше всего проблем. Очень часто претны приходят на такие семинары с надеждой, что наконец-то решат их проблемы, может они услышат какой-то ответ. Но в большинстве таких случаев ответа нет, к сожалению. Нет ответа. Вы должны решить самостоятельно принято какое-то решение. Возможно, можно, пожалуйста, переводить в текущем степени. Выпадите со спортом и спортом и спортом и спортом. Можно? Выпадите эту... ...сообщей... ...вотой открытии в мировой сердце. Такой-очень... ...мазкая система... ...сож. ...сож. женщины. Вы отметили качество женщины в обществе 50-х годов, то, что женщины камень люди, женщины в детстве, но в их шуме разница. В частности, когда у тебя родители сказали, что женщина в обществе отношений, в настроении женщин основного это, в значении, в обществе отношений. Проблема в том, что женщины-коллеги подражают мужчинам, поэтому их природа скрыта. Они кажутся независимыми, но на самом деле они очень слабые. Пропад однажды увидел на улице женщину полицейского в форме с оружием. Он подошел к ней и сказал, а что если сейчас вас схвачу и похищу, что вы будете делать? И она просто растерялась и не знала, что сказать, что делать вообще в той ситуации. Он показывал ученикам, что это неестественно, не должно быть такого. Проблема в том, что женщины в коллегу подражают мужчинам, это пропагандируется. Но если обратитесь к прямой природе женщины, вы увидите только это. Женщины и дети на одном уровне. Даже если не играют роль каких-то руководителей и даже президентов стран. Эту природу нельзя скрыть. Бывают великие женщины, да, но как женщины, они имеют природу женщины все равно. Но разве это плохо? Это даже хорошо на самом деле. В духовной жизни это хорошо. Еще один момент, о котором мы хотим сказать. что греха с кашем преданные, они наиболее беспокоены в этом ашеме. Рамачария – спокойный ум. Монопрас – спокойный ум. Синятие помощи – спокойный ум. Основные беспокойства греха с кашем. Причины. Почему так? И как все-таки это улучшить? Это можно улучшить. Подготовьте, пожалуйста, доску. Я нарисую простые вещи. Из четырех принципов материальной жизни. Еда, солнце, углубление, обороны. Четвертая оборона или страх всегда сопутствует нам. Например, иногда мы едим, иногда мы спим, но не всегда мы это делаем. Но страх, оборона всегда сопутствует. Беспокойство всегда сопутствует нам в этой жизни. Почему? У нас может быть много ролей в этой жизни. Есть мел, да? Есть тряпка? У нас может быть много ролей в этой жизни. И можно перечислить. Муж, отец, жена, храмовый преданный. Ну, кто угодно, неважно. Любое название. У нас может быть много ролей. И ошибка заключается в том, что мы хотим сконцентрироваться на одной роли. Но правильно в совершенстве выполнять все. Итак, кто я? Преданный или грехаско? Иногда так преданно говорят. Грехаско или преданный? Отсюда беспокойство и страх будет возникать. И проблемы. И человек начинает беспокоить других. Кто я? Преданный или я должен работать на работе, поддерживать семью? Опять же. Он не может совмещать эти вещи. Правильный ответ. Он должен играть все роли в совершенстве. Он преданный. Он грехаско. Он отец. Он может быть там распространитель или кто-то. Он должен делать все это правильно. В совершенстве научиться. Когда он это выполняет, он избавляется от проблем в уме. То есть это особенно проявляется, когда человек обзаводится семьей. Нельзя играть одну роль, пренебрегая остальными. Например, человек муж – одна роль. Но роль отца не хочет выполнять. Да. Или он грехаско, но хочет выполнять роль брахмачария. Да? Такие вещи происходят. Это вызывает беспокойство и увеличивается страх существования. То есть мы видим, что такие преданные, они не выполняющие своих обязанностей. Они погружаются в какое-то уныние, в какие-то проблемы умственные, депрессии или беспокойство. Тогда страх у них усиливается в существовании. Они полностью сбиты с толку и не знают, что делать дальше. «Кто-то может сказать, что пренебрегает семьёй ради духовной жизни искона. Но это не придёт благо ни искону, ни личной духовной жизни». Безответственное положение имеется в виду. Да? То есть я ради искона, ради духовной жизни я пренебрегаю семейными обязанностями, например. Но это не придёт благо ни искону, мы видим на практике, ни семейной жизни, и тому, ни другому. Так. Две схемки очень простые. То есть в том, чтобы избавиться этих проблем внутри себя. Необходимо правильное понимание и правильное общение. Для грехов и для других. То есть очень простые. Смотри. Есть какие-то отриспления, обозначения. Неважно, можно обозначить сколько угодно. Кто я? Мехастра. Брагмачайли. Храмовая креста. Уджайли. Любой. Брагмачайли. Можно дополнить сколько угодно. И отец существуется в таком виде. Как происходит общение? Грехов и брагмачайли общаются с людьми. Как они общаются? Грехов и признатрицуют интересы. Брагмачайли признатрицуют интересы. Вряд ли не могут понимать глубоко друг друга. Любую вещь возьмите на этом уровне. Не будет глубокого понимания. Принцип будет ты мне, я тебе. Принцип выгоден. Чистая материальная платформа отриспления. Страх исходит из обусловленности, из отриспления материального. Таких принципов. Это пример. Общение, которое происходит на этом уровне, не приносит умиротворение в уме. А обостряет социальные или противоречия между ашерами. Где либо регулируют деньги, либо какая-то еще искусственная вещь. Мы знаем. Такова истинная концепция. Я слуга. Верно? Верно. Слуга Бога. То есть общение. Понимаете? Общение между предками должно происходить вот здесь. Не здесь. Не зумки колодца. А вот здесь. Таким образом, просто общаясь с предками, человек избавляется от беспокойства. Это очень могущественный фактор. Когда мы говорим, общение с предками – самый могущественный фактор в прогрессии. То есть, как минимум, шанка. Шанти, умиротворение. И если общение правильно – вот в этой области происходит общение. Если общение в этой области – мы не ожидаем, что будет хороший результат. Еще один момент. У всех у нас есть круг интересов. Можно сказать, что он может быть годный. Сюда входит то, что угодно. Политика, наука. Что нас интересует? О чем можно говорить? Что можно учать, что можно читать, погода, поездки. Любая вещь. Это большой-большой кругозор дальше. И есть круг влияния. Обычно он небольшой. Что мы конкретно делаем? Замечаем эту разницу, да? Между тем, что конкретно мы делаем, и круг наших интересов. Несторазмерная разница. Итак. Почему? Почему этот круг всегда увеличивается? Потому что нас тянуть в сферу интересов. Мы общаемся обычно в сфере интересов. Но мы учимся совершать усилия общаться в сфере влияния. В сфере влияния то, что я непосредственно контролирую и развиваю, делаю что-то. То есть моя непосредственно обязанность, для которой я развиваю, делаю, совершенствую. Своё предное служение, свои обязанности, свой долг. Вот дается рекомендация. Развивать круг влияния, а не круг ответа. Находиться вот здесь. Так что предный может интересоваться многими вещами, знать многих вещей, быть очень интересным, собеседниками и прочее. Но он не избавится от беспокойств у меня. Пока не сконценируется на круге влияния. И часто предные не хотят сразу большие вещи делать. Мы видим, что предные не любят работать просто. Материально работать, совершать усилия. Они хотят сразу добыть большие деньги и решить все проблемы. То есть это больше относится круглый интерес. Но на деле все выполняется вот таким путем. Маленькое всеровлияние и развивается. Расширяется. Вот это искусство, это умение. И здесь вот таким образом человек выполняет свой долг, становится умиротворенным, счастливым. Хотя работает больше. Довести до совершенства свое служение. Итак, три типа проблем существует у каждого преданного. Первый тип проблем. Это те проблемы, которые исходят от нас. То есть мы можем с ними только сами справиться. Наши привычки, наше поведение, наши неправильные представления. И можно избавиться от этих проблем, совершая усилия, то есть измениться самому. Так можно решить эту проблему. Второй тип проблем, он сложнее. Косвенные проблемы. То есть первый тип это прямая проблема, моя проблема. И я могу это изменить, либо не изменить. Это зависит только от меня. Второй косвенная проблема. То есть это проблема других людей, с которыми я общаюсь. Здесь нужно совершенствовать свои навыки общения и воздействия на этих людей для решения проблем. Тут мы становимся проповедниками, тут мы учимся общаться, не так ли, да, в Исконе. Это вот эти косвенные проблемы, они более серьезные. Даже если я решаю свои личные проблемы, меня могут выражать люди, которые могут доставлять мне проблемы. Это я могу решить только правильно, наладив отношения с людьми. И третьей проблемой, их невозможно решить, третий уровень проблем. Они всегда существуют, их невозможно решить. Это обстоятельства, которые не поддаются, как правило, контролю и всегда выше нас. Побеждая одни обстоятельства, возникают другие обстоятельства. Мы заметили это, да? Какой здесь рекомендация выход единственной? Терпение. Больше ничего. Терпеть и не беспокоиться. Если что-то происходит такое, что мы не можем изменить эти обстоятельства, мы должны терпеть и не беспокоиться, не возбуждаться и никого не беспокоить. Таково решение этих проблем. Так мы сможем быть спокойными и избавиться от страха. Итак, следующая тема, я думаю, сегодня мы не будем продолжать, это выбор партнера и дети. Мы, может быть, закончим в следующий раз. В следующий раз это будет не суббота, потому что на выходные мы уезжаем. Скорее всего, это будет вторник. Вторник в это же время, 17.30. Мы закончим этот семинар. Сейчас ли какие-то еще вопросы остались? Так, здесь были... Где записка? Кто утащил записку? Ах, вот она, извините. Практические вопросы тут записаны. Первое. Когда преданный считается ступишем греха ашрам, и когда он может надеть белый тхоти? Белый тхоти преданный может надеть тогда, когда решает сменить ашрам. Когда Брамачари решает сменить ашрам, он просто приходит к этому решению, он может уже надеть белый тхоти. И вступив в греха с ашрам после помолвки, это мое понимание, после помолвки. Второе. После того, как авторитет одобрил решение преданного о смене ашрама, дальнейший выбор с супругом должен ли осуществляться самостоятельно? Вопрос этот. Если авторитет одобрил, скажем, решение преданного о смене ашрама, как осуществляется выбор супругов? Самостоятельно. Но главное условие – не беспокоить всех. Очень тонко к этому подойти нужно. Не так, что раз я выбрал, я теперь пошел, и все буду спрашивать, и ко всем буду обращаться. Тут нужно очень тонко не беспокоить, осторожно. Самостоятельно, но авторитет должен знать, кто делает этот преданный, и как он это делает. Это необходимо. Третье. Если выбор должен быть самостоятельным, то в какой форме это допустимо? А. Вредный может сам обратиться к тому, кого он выбрал, чтобы узнать его мнение. Да, может. Но сначала он должен обратиться к авторитету. И сказать, я избрал того-то, того-то. Можно ли я подойду к этому человеку? И авторитет будет знать, например, что вот этот человек хочет быть брамачарием полным, или брамачарием еще не хочет, он знает точно, например. Он скажет, пока не беспокой этого человека, пусть распространит книги. Пока рано, подожди. Сейчас не нужно беспокоить. А если авторитет скажет, ну, да, подойди к нему, поговори, может подойди. А. Преданный должен, б, попросить, чтобы это сделал авторитет, или знакомый, старший преданный, или кто-либо еще. Меня не просите, прежде всего, сразу же. Это очень сложная тема, быть посредником в этих вопросах. Нет, лучше делать так, как мы только что говорили. Если речь идет о том, что он просто стесняется, он может попросить кого-то просто из старых людей, пожилых людей. Лучше не просить других молодых людей заниматься этим. Гуна страсти. Какой-нибудь, который годится в отцы или матери, кто-нибудь такой должен тогда помочь. Лучше всего. Что это, должен ли преданный заранее узнать, кого можно, а кого нельзя беспокоить своим предложением насчет жизни греха с Кашами, и как об этом узнать? Да, обратиться к авторитету и спросить, как насчет вот этого человека. Могу ли я подойти к нему? Авторитет, даже если не знает, он попытается узнать, он попросит кого-нибудь осторожно узнать. Прямо никто не должен спрашивать, собираешь ли ты скоро жениться или нет? Такого не должно быть ваше мебромачарие вообще. Никто не должен говорить с ними таким образом. Также нельзя беспокоить Маджи и напоминать им об этом. Ну что, вы будете замуж выходить или не будете замуж выходить? Это неправильно. То есть тут тонкий вопрос. И пятое. Как практически осуществляется помолвка? Где и при каких обстоятельствах об этом должно быть объявлено? Помолвка. Если предные выбрали друг друга, то есть они нравятся, они как бы имеют серьезное намерение, действительно. Они вместе приходят к этому же авторитету. И авторитет разговаривает с ними, выясняет степень серьезности. Что сами не могут далеко и правильно оценивать эти вещи. То есть просто выясняется степень серьезности. Это не трудно просто по вопросам поговорить с людьми, это не трудно понять. И затем можно объявить помолвку. Всем приятно. Чтобы они благословили. Похлопали. Дали по куску торта им. Это очень важно, чтобы предные одобрили это все. Не шуфукались там где-то и так далее. Вот, нужно поздравить их. Дать благословение. Пожелать удачи. И помолвка. Теперь все знают, они помолвлены. Если там вы увидите, они тут стоят разговаривают, ничего страшного. Они помолвлены. Это не брахмачари брахмачари, это помолвлены, преданные. Никого это не будет беспокоить. Так что это простая очень вещь, с одной стороны. Это неправильно. Это гоно страсти. В гоно страсти человек совершает много ошибок. Вот одна из таких ошибок. Он ко всем начинает приставать, да? И что, если все согласятся, что будет? Может, если приставить? Они будут между собой объяснять отношения к Дадаматаджи? Или они с ним будут разбираться? Ага, если ему отказывают? Если он обращается к одной отказ, к другой отказ, к третий отказ. Интересное поведение, конечно. Но это называется, что человек приносит беспокойство. У него должен быть выбор какой-то один. Максимум два, может быть, я не знаю. Какой-то выбор должен быть. Не так, что он просто готов на любой жениться уже. Странное отношение, конечно. Он должен повременить вообще, пока не заниматься этим всем. Что он несет много беспокойств в умы. И, кроме того, всерьез его никто не воспримет. Представьте себе, человек, который всем делает предложения. Его никто всерьез не воспримет. Как вы думаете? Вы уже знаете, что он сделал шесть предложений и подошел к вам теперь, например. Как вы это воспримете? Вы скажете, ну дальше попробуй тоже. Продолжай дальше это делать. Я посмотрю, что это получится. Я бы, например, так сделал. На месте Матаджи. Имеет ли смысл выйти замуж и не иметь детей? А какой смысл? Выходить замуж и не иметь детей? Может, вы объясните? Я не знаю. Такой другой смысл. А? Ну, я не знаю. Для предного, может быть, не так и так актуально. Мы не скучаем обычно. Не в нашей традиции, не в наших привычках, нет. Чтобы развеять скуку, жениться. Но что-то светское в этом есть такое, аристократическое. Но не восьмавское. Да. Но не восьмавское. Да. Восьмавское. 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 так и выбирали. Именно так. Они учитывали уже наклонности дочери или сына. Не учитывали это обязательно. Не так, что они только навязывали свое какое-то мнение, они учитывали это. Поскольку именно выбор партнера, он практически неосуществим. С внешней стороны трудно это сделать, практически невозможно сделать. Это можно понять только изнутри сердца человека. Он сам даже не понимает часть этих человек, почему он склонен к кому-то. Поэтому всегда учитываются наклонности. И родители потом советовались друг с другом, и так этот процесс начинался. Астролог и прочее. Но узнавали они об этом, конечно, от бабушки, от кого-то, кто ближе общается с ребенком. Она существует, но смотря с какой целью она существует. С целью, может быть, принести проблемы, также может существовать. И также, кроме того, мы можем усугубить карму еще неправильными поступками. С этого мы должны избегать. То есть, по карме, возможно, какое-то предопределение. Но мы идем к этому предопределению, соблюдая тхарму, делая все правильным образом. Иначе мы усугубляем эту карму еще хуже. Улучшить можем, если мы одухотворим ее. Вот ту же карму можем одухотворить. То есть, то, что мы хотим, например, жениться, несомненно эта карма. Да, но мы можем одухотворить этот процесс. Известно, что за ашкавом греховки должен потребовать ашкав ванапраску. Каким образом себя начать готовить к ашкавам ванапраске, если уже время подходит? Возраст не главное определение ванапраска. Главное определение – уровень сознания. Если человек развил впуск к проповеди, он может принять ванапраска. кашляет. Без конего, в всяком случае. Так, сейчас мы не уходим в лес. Вы знаете это? Поскольку вы испытываете этот вкус, вы живете проповедью. Вы знаете, как голодный человек, он знает, когда он наедается. Это очень просто. Нельзя сказать, что это вкус. Вкус проявляется со временем. Есть много предных, которые хотят проповедовать, но не все становятся проповедниками. Например, да? Если кто-то чувствует вкус проповеди, он удовлетворен этим, он может принять ванапраска. Проповедник – это же не просто оратор, он должен быть опытным человеком. Зрелым человеком. Духовно зрелым человеком. Иначе он не сможет проповедовать. Долго. Просто дать лекцию и проповедовать всю жизнь – это разные вещи. Необходимо и достаточно? Либо должны еще дети взрослые быть? Какие-то дополнительные? Обычно, да. Дети должны быть взрослые, да. Нехорошо, если человек оставляет семейные обязанности, когда есть маленькие дети, и жена нуждается в помощи. Это неправильно. Когда сыновья взрослые, дети замужем, человек принимает ванапраску. Либо, если это так необходимо для общества искон, нужда в каком-то проповеднике, может быть, великом проповеднике, то искон может взять на себя эти обязанности, поддерживать его семью. Он может сразу принять саниасу. Но обычно даже это не рекомендуется, поскольку даже приняв саниасу, человек будет думать, как же там мои дети, они же были маленькие, когда я ушел. Правильно тоже? Нужно очень осторожно приступать к этим вопросам, не заторопиться. В конце концов, это просто формальность. В конечном итоге это просто формальность. Грехаска человек, или ванапраска, или саниаси, это просто формальность. Это же не наше духовное какое-то положение вечное. Можно быть отреченным грехаской, например. А можно быть привязанным брамачариям. А можно принять ванапраску, уехать всю эту дхаму и там снова жениться. Такие примеры есть. Можно принять саниасу, а потом забыть об этом. Разные свечи. Наша цель будет в сознании Кришны. Мы не привязываемся просто к какому-то положению внешнему. Еще, еще раз. Как быстро он может измениться? Это зависит от его решимости. На это требуется только решимость. И кроме того, он должен знать свою проблему, узнать о своей проблеме. Он может не понимать свои проблемы. Чаще всего он будет думать, что проблемы исходят от других. Да? Чаще всего. Так, из практики мы видим. Но он должен знать также о своей проблеме. У каждого есть свои проблемы. И он узнает это именно от других людей. Когда мы говорим другим о их проблемах, в принципе, мы говорим правду. Беда в том, что мы не принимаем наставления этих людей по отношению к себе. В этом единственный недостаток наш. То есть мы квалифицированы видеть неправильные вещи. В принципе, мы видим это. И можем указать на них. Но когда кто-то указывает на наши проблемы, мы не принимаем это. Поэтому, когда кто-то указывает на наши проблемы, лучше принять это и изменить. И от этого зависит скорость продвижения преданного. Насколько он способен принимать и менять себя. От этого зависит также скорость продвижения. Для этого нужна решимость. Это самое трудное менять самого себя. Это самое трудное для человека. Спасибо. Спасибо. Я не понял, что вы имеете в виду, что нарезали рельеф и реализовано, но женское тело. То что? Она же не обусловлена. Что имеется в виду, как она должна себя вести? Да, все меняется. Для ее поведения ничего не меняется. Ничего не меняется. Она ведет себя совершенным образом, как женщина. Смиренно, скромно и прочее. Она все соблюдает, как это необходимо в соответствии с данной ситуацией. Ничего не меняется. Человек, который достигает освобождения, действует в рамках саттвагуны в этом мире. Так что если вы достигаете освобождения, вы должны действовать в саттвагуне. Внешне вы будете действовать одинаково с теми, кто действует в саттвагуне. То же самое. Единственная будет разница, что человек реализован и не привязан к мужскому или женскому представлению о жизни, к мужским или женским потребностям. Это единственная разница. Он не привязан. Хотя действует со собой, он не привязан к ней. Но внешне ничего не меняется. Если мы не можем изменить обстоятельства. Да, усилия могут быть, но не чрезмерные усилия. Но не чрезмерные усилия. Нужно отметить это. Не чрезмерные усилия. Не те усилия, которые нас отвлекают от духовной жизни уже. Это чрезмерные усилия. Мы соблюдаем нашу духовную жизнь, всю нашу практику, и ничто не должно отвлекать нас от этого. Если обстоятельства такие, что надо уже бросить духовную жизнь, заняться только этими обстоятельствами, то мы не принимаем это. Мы продолжаем духовную практику, и если не можем изменить эти обстоятельства, то терпим. Лучше терпеть голод, но повторять мантру, чем достать пищу, ценное повторение мантры, скажем. Ну, не знаю, пример такой не очень совершенный, может быть. Такого не бывает у нас. Не бывает такого. Мы имеем пищу каждый день, конечно. Например, вот хороший пример, мы живем в условиях стройки. Мы можем это изменить, мы делаем усилия, да? Мы строим храм, но одновременно все программы идут, смотрите. Это правильное решение, мне кажется. Было бы неправильно, если бы мы всю программу закрыли, перестали бы читать книги и только бы строили храм. Это были бы чрезмерные усилия отмечения. То есть, мы должны проявлять заботу о человеке в надежде, что он изменится. А усилия для его перемен, имеется в виду или что? Нет, мы не должны опираться на это. Например, мы знакомы с человеком, с кем мы хотели бы, скажем, соединить свою жизнь. Так. Но мы также видим, что есть серьезные недостатки, которые могут сильно помешать в этом. Так. Но мы развеем эти отношения в надежде, что человек изменится и справит эти вещи. Да? Нет, лучше всего на это не надеяться. Лучше сразу приступить к этому вопросу с этим человеком, выяснить этот вопрос. Насколько он способен меняться и хочет измениться. И нужно увидеть, насколько он меняется, действительно делает это. Если он реально это делает, мы можем положиться на это. Если он реально не делает этого, мы не должны полагаться на это. Человек, если он нереально не будет прилагать никаких усилий к переменам, он всю жизнь сохранит свой характер. Те дурные качества, которые есть, он останет на всю свою жизнь. Поэтому, если он прилагает усилия, мы можем планировать это. Раз он прилагает усилия, скажем, муж и жена иногда ругаются, да? Но в конце концов, жена уступает мужу, ну что делать? Тогда это хороший признак. Раз в конечном итоге она принимает его авторитет, есть возможность развивать эти отношения. Но если она не уступает ни при каких обстоятельствах, как можем надеяться, что она изменится, не нужно для таких планов строить. Это будет иллюзорно. Если при этом, скажем, имеет какие-то проблемы, он идет к авторитету и спорит, там отставит свои проблемы, но в конечном итоге, когда Фитер ругает его, он говорит, ну да, 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 хорошо, хорошо, я согласен. Есть надежда. Если в конечном итоге он принимает это, тогда есть надежда. Тогда реально мы знаем, что он изменится, если он дальше будет развивать, дальше развивать, дальше он научится всему. Но если он скажет, нет никаких авторитетов, и не авторитет, и никто не авторитет, и я не собираюсь меняться. Мы не должны быть в иллюзии на это счет. Прощать что? Почему бы не простить? Уважать? Из-за какой-то маленькой вещи, имеется в виду? В сознании Кришны? Да. В сознании Кришны можно смириться с недостатками человека. Но в сознании Кришны мы должны правильно общаться, не просто смиряться с недостатками. Нужно правильно общаться. Мы смиряемся с недостатком, но мы продолжаем правильное общение и служить Кришне, и недостатки уходят от людей. Понимаете, да? Мы не просто должны терпеть любые недостатки. Мы принимаем это, поскольку человек не может быстро измениться. Но мы должны продолжать правильное общение. У всех есть недостатки, будут разногласия. Но все зависит от цели, к которой стремятся оба супруга. Если есть общая цель, они идут тем путем, который для них понятен обоим. Не будет больших разногласий. Хотя и будут разные иногда мнения, и разные характеры будут сталкиваться. Но если есть общая цель, это все как бы объединяет семью. Очень важно понять эту общую цель и как к ней идти конкретно. Поскольку они должны быть со сходными характерами. Сходные должны быть понимание, умонастроение, чтобы они понимали друг друга. Близкие по личным качествам. И тогда они могут терпеть какие-то разногласия в этом случае и прощать эти вещи. Демоничные отношения, это не ведические отношения. Это разрушит все. Я не представляю семью, где жена нецеломудрена. А мужчина не воспитан, как брахмачарий. Я не представляю такую семью. Как можно говорить о семье в этом случае? Это интриги семейные, это не семья. Это демоническое отношение. Как будто это непочтательное. Очевидно, нет. Это не принимается у нас. Жена должна быть целомудрена. Обязана. Не спешите, потому что сейчас трудно найти целомудренную жену и такого же воспитанного мужа, как вы и сказали. Нужно приложить усилия, чтобы все-таки мы встали на верный путь. Хотя бы встали на верный путь. Если мы еще не такие, но мы должны стоять в верном направлении находиться. Нужно обратиться к авторитетам, к духовному учителю. Нужно обратиться к шастрам вместе. Нужно предложить усилия определенные. Потому что человек может не понимать их обязанностей, например, быть невержественным в полном. Действовать по привычке, соответствующему воспитанию плохим. Но если он преданный, обычно преданный понимает свои недостатки и хочет изменить их. В этом смысле мы можем иметь надежду, как преданный. Это единственный наш выход. Но если даже это не поможет, то это не семья, это плохая семья. Лекция третья. Шангасшам. Самая сложная тема. Потому что преданные, принявшие греха с хастрами, чувствуют себя независимыми, самостоятельными. Главная проблема в сознании, как бы, источник трудностей духовных, греха с хастрами. Это сознание независимости. И поэтому существует четыре ашрама. Греха с хастрами, он промежуточный. Если человек остается всю жизнь с греха с хастрами, он может быть всегда привязан к независимому существованию. То есть к мае. Независимое существование – это мае. Человек не может быть независимым, потому что Кришна говорит, что все живые существа принадлежат ему. И в греха с хастрами человек склонен больше забывать об этом. Поэтому, прежде чем принять греха с хастрами, подразумевается, что человек, он будет обучен, подготовлен правильным образом. То есть он должен получить знания. Как продвигаться в духовной жизни, оставаясь грамотчарием. Как и почему необходимо принять греха с хастрами. И как же тем подняться над греха с хастрами, над семейной жизнью, над обычными привязанностями до уровня ванна-прасхи. И в конечном итоге человек может развить полное отречение. В этом ему помогут все предыдущие асрамы, все предыдущие ступени. Именно в этом их предназначение. Помочь человеку развить отречение знаний и в конечном итоге преданность Кришне. Преданность Кришне можно развивать в любом положении. Отречение и знания трудно развивать в грехах с хастрами. Поскольку основные силы человека уходят на поддержание семьи, особенно в начале. Начало греха с хастрами именно заменуется тем, что человек начинает работать. Просто зарабатывать деньги. И тем не менее есть положительные моменты в грехах с хастрами, которые длится, как правило, лет 15, 20 или 25 лет греха с хастрами. То есть начало того, как человек вступает в семейную жизнь, понадобится минимум 15 лет, прежде чем придет понимание отречения. То есть желание следовать дальше. Как правило, это понимание фронируется довольно длительное время. Потому что сам путь греха с хастрами включает в себя путь привязанности, путь развития привязанности, это включается. Нельзя осуществить семейную жизнь без привязанности. Это очень распространенная ошибка молодых преданных, которые, создавая семью, пытаются быть искусственно непривязаны к жене и детям. И в итоге происходит много страданий, и человек не может прогрессировать. Чувствуешь, что греха с хастрами – это только помеха, он только мешает. И он не может понять, как же греха с хастрами помогает вообще в духовной жизни. Где эти положительные черты? Как правило, мы видим, что преданными такой опыт, да, только отрицательный греха с хастрами. Я вижу, что это очень много проджалпа может быть. Это может быть интересы, не связанные непосредственно с чтением книг, с проповедью, с хиртанами, с программами. То есть просто это напоминает что-то, какую-то кармическую деятельность. Уже он себя чувствует наполовину преданным, наполовину непреданным. Он как бы сбит с толку становится. И так, здесь необходимо понять, как развивается отречение греха с хастрами. Значит, мы говорили о том, что есть путь про врите Марк и не врите Марк. И на самом деле в третьей песне Бхагава там дается яркий пример жизни своим Бховаману. Как своим Бховаману жил, как греха с хастрами, как домохозяин. Там вписываются все возможные удобства, наслаждения вашими греха с хастрами. То, что он имел, то, что он имел. Дворцы имел роскошь, имел богатство. Он управлял всем миром, он был императором. И он прожил так огромное количество времени, поскольку своим Бховаману живет очень долго. Несколько... Целый Манвантар он живет. Я забыл, сколько это обычно для этого исчисления. Ману, жизнь Ману, она превосходит в жизни человека. Это уровень разряда полубогов. И то есть, сам Бховаману, он жил очень долго греха с хастрами. Не 15-20 лет. Огромное количество времени. И тем не менее... Почему он напоминается в Бхагаватам? Тем не менее, сам Бховаману не забыл о духовной жизни. Не забывал никогда на протяжении святого времени. Несмотря на то, что он практически огромное количество времени, практически бесконечное количество времени жил греха с хастрами, окруженный женой, дворцом, слугами, хозяйством, деньгами. То есть, как живут обычные цари, это деньги, женщины, интриги дворцовые какие-то. Не избежать этой жизни, угонной страсти. Греха с хастрами, это угонной страсти и невежество считается. И тем не менее, там описывается, почему сам Бховаману не забыл о духовной жизни. И основное правило, которое можно выделить из всем от Бхагаватам, в том, что греха с хастрами, он не забудет о Кришне только в одном случае. Это один только случай. Если он постоянно, ежедневно слушает повествование Кришне, сюда может включаться ежедневное чтение книг, ежедневное повторение Харе Кришна мантры, джака, регулярное посещение храмовых программ, проведение программ у себя дома также. То есть, регулярные отношения. И основной принцип такой, что ежедневно вашими греха с хастрами должны говорить об играх, о деяниях Кришны. Или обсуждать философию сознания Кришны. Как это устроить? Вот в этом и является искусство греха с хастрами. Основная трудность в чем, что греха с хастрами так устает на обычной работе, поддерживая семью, что ему кажется, что некогда заниматься чем-то еще. Это не так. Мы можем посмотреть в точное зрение практики. Это не так. Это ошибка. Это заблуждение. Это самообман. То есть, греха с хастрами Кришна также выделяет время. Не так, что Кришна не дает времени нам хозяину. Но от него ожидается большая самодисциплина, большая собранность и большая чистота. Вашими брамачария нас занимают предным служением. То есть, это довольно привычное явление нам кажется, живя в храме или в ашраме. Нам подходит авторитет и говорит, ты должен делать то-то, то-то и то-то прямо сейчас. И я выясняю, если у меня еще джапа не дочитана, я не могу выяснить, когда мне дочитать джапу, и когда мне все-таки заниматься деятельностью и так далее. И все решается так, с авторитетом. То есть, практически у меня нет никаких проблем. Любую проблему я говорю саму авторитету. И те же авторитеты, они следят, что предные все-таки дочитывали 16 кругов джапы в храме. Все следят за этим. Чтобы они читали книги час в день хотя бы. А если уж какой-то марафон там, или авраута, полчаса каждый день, тем не менее. Чтобы они ложились вовремя, поднимались вовремя, и простазы был хороший, и пуджари точно выходили на службу, и все-все-все-все-все функционирует. Итак, брамачария живет в Ашме, выполняя какую-то одну функцию, какое-то преданное служение. Жизнь очень легка в этом отношении. Что над ним есть контроль. И если контроль этот ослабить, что мы увидим в Ашмах? Начнутся проблемы, верно? Предные начнут хуже посещать утренние программы, может быть. И так далее. Перестанут читать книги. То есть тенденция всегда есть такая. Нужно видеть эту тенденцию независимости. То есть самодисциплина в Ашме, брамачаре, она совершается благодаря внешним обстоятельствам, устройству храмовой жизни. Вот когда человек принимает греха с Харшин, он выходит из-под этого контроля. То есть это можно принять как милость Кришны, жизнь Ашме на грехах с Харшин. Все, что человек не знает, его научит. Если не умеет, то тоже научит, накормит. То есть есть забота такая. Во всяком случае она подразумевает. Брамачаре. В Ашме грехах, самостоятельно он существует. Теперь он должен решать только сам все свои проблемы. И финансовые проблемы, проблемы с одеждой, жильем, и так далее. Любые проблемы. И в то же время оставаться в сознании Кришны. И вот эта вещь кажется трудной. Но человек должен до того, как обзависеть греха с Харшин, перейти в этот Ашин, должен именно научиться таким простым вещам, как быть в чистоте, как развить вкус к воспеванию, развить вкус к проповеди, рассказам о Кришне. И уже уметь жить духовной жизнью. То есть непосредственно сознавать необходимость этого всего. Чтобы перенести это умение в греха с Харшином с целью учиться вместе дальше уже с супругой, в сознании Кришны, вместе, отвечать друг за другом, помогать, распорядять правильные обязанности. И что наиболее важно в греха с Харшином растить детей в сознании Кришны. Поэтому ожидается, что человек будет довольно квалифицированным, максимально подготовлен к этому. Итак, основная причина в том, что при этом может быть не подготовлен. То есть, что он еще не получил подготовку настоящей брамачаре, знания о Брамане и принимает греха с Харшином, где он попадает под влияние гонстрасти и невежества, работает для поддержания. Итак, Саам Холману пример того, что он не деградировал, поскольку всегда слушал обыгры Кришны. Это основной принцип. Итак, Прапада объяснял, что есть правритимарк и невритимарк. Невритимарк – прямой путь, путь отречения. Просто служение Кришне больше ничего. Кришна в центре и нет никаких материальных желаний. Невритимарк. Это путь прамахамс. Правритимарк – это путь для всех обычных людей. Правритимарк – это ступень к невритимарку. Фактически никто не может сразу встать на ступень невритимарка. Необходимы ступени развития отречения. Потом Брахмачария, греха, того напрасно, саняса. Санясу можно считать, что это невритимарк. Достаточно отречения, чтобы только служить Кришне. Кроме того, сердце саняси должно быть очень чисто. Настолько чисто, что он должен не хотеть никакой вообще деятельности ради плодов. Никакой деятельности ради плодов. Как, например, саняси запрещено готовить пищу для себя. Запрещается готовить пищу для себя. Он не должен готовить пищу для себя. Но не запрещается готовить пищу для Верховного Господа. Что это означает? Что он может готовить пищу для Верховного Господа, и потом может принимать остатки просады. Но это очень легко имитировать. Каждый может это сделать. Мы знаем этот принцип. Можно приготовить что-то, предложить божествам, потом съесть. Это можно сделать и саньяси, и не саньяси. Но если кто-то принимает саньясу и не умеет предлагать пищу Господа и готовить пищу для него, а он также будет готовить для себя, то он не сможет быть занятий. То есть этот путь невритимарк означает сознание Кришны. Ну, практически чистое, твердое сознание Кришны. Когда человек нужды свое тело ставит второстепенными, считает второстепенными, и второстепенной задачей своей считает удовлетворить чувства Господа. Он может терпеть голод, жажду, может терпеть побуждение гениталиев. И у него нет склонности к плодам деятельности. Он может жить в отречении без денег, обходясь самым необходимым, самым минимальным малым в жизни занятий. Это невритимарк. Поэтому, если мы реально представим невритимарк, мы увидим, что практически никто не готов к этому. Необходимо развивать отречение. Отречение пугает обычного человека. Как можно жить так отреченно, как шестер Гасваби? Мы привыкли к тому, что они жили очень просто, носили набедренную повязку, ели одну горстышку риса в день или в два дня, и спали два или полтора часа в сутки или через сутки. И мы уже знаем, это знакомая история. Но, если мы попробуем жить так же, мы подтвердим в очередной раз, что это не были обычные люди. И обычный человек не может жить такой жизнью. Итак, обычный человек живет... Проверите, путь удовлетворения чувств это называется. Поскольку есть склонность удовлетворять свои чувства. У Саняхи нет такой склонности. У обычных людей склонность удовлетворять свои чувства. Поэтому они должны жить удовлетворяяя свои чувства в соответствии с предписаниями Веты. Это называется Брамачарьяшим, Грехасхашим, Ванапрасхашим и затем Саняхашим. И когда человек выбирает правритимарк, путь чувственных наслаждений, сюда же входит грехасхашим, то он должен знать, обладать знанием, как правильно создать грехасхашим, как правильно поддерживать его, как правильно общаться грехасхашими, как правильно воспитывать детей. Например, здесь очень важный момент, который мы обсуждали. То есть преданные, которые принимают грехасхашим, должны хотя бы немного понимать психологию мужчины и психологию женщины. То есть некоторое знание должно быть. Недостаточно. Например, если прийти в вашем брахмачаре, достаточно знать, что нужно повторять 16 кругов, соблюдать принципы и делать все, что попросят. Это вполне достаточно. Почему? Почему достаточно? Потому что вашими здесь правила очень строгие. Брахмачарь и Матаджи не общаются. Поэтому жизнь очень проста будет. Максимально проста. 6 кругов Харикришна мантры, 4 регулирующих принципа и делать все, что попросят. Все. Очень просто. Три вещи. Больше ничего. Максимально просто. Чистая духовная жизнь. Но, когда идет речь о взаимоотношениях мужчины и женщины, вот тут и начинаются трудности, главные трудности. Греха с хашами означает, что человек общается с противоположным полом. Вот в чем опасность греха с хашами. Не в том, что человеку приходится зарабатывать или что-то еще делать. В том, что он начинает общаться с противоположным полом. И почему так? Потому что в Бхагаватам писывается, что для мужчины и женщины это дорога в ад. А для женщины и мужчины это также дорога в ад. И так есть склонность общения. Мужчину привлекает женщина, женская психология. Женщину привлекает мужчина, мужская психология. Они стремятся к общению. Такова природа. И так нужно знать эту природу, чтобы общаться правильно. Чтобы вожделение уменьшалось в этих отношениях, а не увеличилось в этих отношениях. Поскольку такая склонность есть к общению между двумя противоположными полами, то есть институт брака. Брак означает, мы ограничиваем это общение. Иначе, если не будет брака, то будет неограниченное общение между мужчинами и женщинами. Итак, из четырех Ашрамов только грех Ашрамов могут общаться с женщинами. Только со своей женой. Это ограничивается своей женой. Все остальные женщины, он относится как к матери. Просто как к матери. Так культируется это сознание. Это главная вещь, о которой мы также сейчас должны поговорить немного позже. То есть сейчас мы просто повторяем материал, тот, который мы проходили. Психология мужчины и женщины. Если мы не поймем эту психологию, мы не будем понимать, откуда приходят проблемы, не сможем предупреждать проблемы в семье. Поэтому нужно знать, поскольку это также описывается в шахтах, психология мужчины и женщины, они разные, природа разная. Она не может измениться. Необходимо просто знать, как правильно ее использовать. Природа не меняется. Не следует ожидать перемен от женщины или от мужчины в этой психологии. То есть мужчина, он ориентирован на получение результата. Так? На решение проблем. Таков его ум. Практичный, рациональный. Это психология мужчины. Поэтому самое важное в общении с мужчиной, со стороны женщины, не давать ему каких-то советов. Самое важное. Не учить его, не поучать его. Не перечить ему. Это мужское ложное эго называется. Если женщина начинает говорить правильные вещи мужчине, и он не будет принимать это на самом деле. Она будет настаивать. Я говорю правильно, ты должен принять, но он не будет принимать. Она обратится к авторитетам. Скажите ему, ведь я же правильно говорю, это будет плохо для взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Женщина не должна оказывать давление на мужчину. Она играет подчиненную роль. Это ее психология. И так мужчина, он не чувствует счастья, когда жена начинает учить его чему-то. Или говорит, что он не прав. На самом деле ты не прав. Все это не так, ты понимаешь. Ты не так продвинутый. Вот я слышал, как говорят авторитеты. И более продвинутые. И это все портит отношения между мужчиной и женщиной. Поэтому как бы, с одной стороны, они пытаются установить истину. Если жена пытается установить какую-то истину, она может это сделать, но она испортит свои отношения с мужем. С другой стороны, женщина, она не нуждается в решении проблем. Она не склонна вообще к такой деятельности, к решению проблем. Она имеет склонность просто выражать свои чувства. Но они склонны просто каким-то разговором с подругами поделиться. Это очень, так сказать, сокровенные беседы. Поэтому они склонны также разговаривать с детьми, держать их на коленях. И могут проводить время очень долго в таких занятиях. Поскольку здесь идет речь просто об обмене чувствами. Это природа женщины. Женщины и дети на одном уровне. Они могут целый день играть, заниматься различными делами. Это не надоедает им. Мужчина же, он не может долго с детьми сидеть. Он придет домой немного посидеть с детьми, уже через 15 минут ему хочется чем-то другим заняться. Ему приходится совершать усилия, чтобы заниматься с детьми. Такова природа. Психология, мы говорим. Не то, что это правильно, что он не должен заниматься с детьми. Но это психология мужчины. Он не может долго просто говорить о чем-то, ни о чем, просто какие-то приятные только вещи. Ему нужно делать какие-то дела, важные дела. Решать какие-то проблемы и так далее. Перед ним стоят конкретные задачи. Такая психология. Поэтому, если мужчина не отвечает на чувства жены, жена чувствует себя несчастной. Итак, мужчина чувствует себя плохо, когда жена учит его. А женщина чувствует себя плохо, когда мужчина не отвечает на ее чувства. Просто решает проблемы и не отвечает на ее чувства. Так отношения страдают. Поэтому Прабхупада описывал это, что психология мужчины и психология женщины отличаются друг от друга. Сама конституция мужского тела навязывает ему желание господствовать над женщиной. А женщина по своей конституции склонна подчиняться мужу. Повинуясь врожденному инстинкту, муж стремится утвердить свое главенствующее положение в семье. Этот порядок следует неукоснительно соблюдать. Даже если мужчина в чем-то неправ, жена не должна перечить ему. И тогда между супругами никогда не возникнет разногласий. Мужчина из-за сильного мужского эго всегда хочет доминировать. Это природный факт. Но доминировать не означает насильственно принижать. Естественно, устройство таково, что жена находится всегда в подчинении и под покровительством мужа. Благодаря своей чувствительности и преданности в силу своей податливой природы, женщина способна вызвать мужчине все положительные реакции. Это выдержки с тем, что Павада говорил об этих отношениях. То есть мужчина подобен маслу в общении с женщиной, а женщина подобна огню. Она может растопить это масло. Поэтому тот, кто хочет вставаться брамачарием, он должен сохранять такую твердость в уме. Не просто в поступках. Не просто быть грубым с женщинами в поступках. Как правило, мы ведь брамачари пытаются сохранить твердость таким путем, да, неопытные. И становятся очень грубы и пренебрежительны к женщинам. Это означает, что мужчина слаб. Если он силен в уме, если он брамачари в уме, он может спокойно, уважительно относиться к женщинам, как к матери. Это есть брамачаря, это есть сила. И это также воспитывается в грехах с хаасшемы. Важное, самое важное условие для греха с хаасшема, для брака, это взаимное уважение. Самое важное. Это есть опора и основа для религиозности, для религиозных отношений. Да, если мы говорим не о духовной любви, мы говорим о вожделении, то как контролировать вожделение? Когда есть уважение, можно контролировать. Вожделение. Пропады описывают, что самое большое, самое высокое качество женщины – это ее застенчивость. Застенчивость не только в поведении, то есть в ее речи также. То есть во всех отношениях женщина должна быть застенчива. Это вызывает уважение мужчин. Застенчивость женщины. Если в Кали-Югу женщины не воспитаны таким вот ведическим образом, они пытаются приравнять себя к мужчинам в поведении. Это очень плохо. Плохо в том смысле, что женщина перестает вызывать уважение, а мужчины используют женщин для наслаждения чувств и просто обманывают их постоянно. И чем более красивая женщина в Кали-Югу, тем больше она нападок от мужчин и впытывает в наши времена. Поэтому уважение. Уважение формируется. Все это зависит от правильного поведения и отношений. И далее мы упоминали о том, что есть семь уровней, помним, да, отношений, как они развиваются. Седьмой это самый низший уровень и первый самый высший уровень взаимоотношений между супругами. Мы записывали это. А сколько тут сейчас есть новые преданные, мы должны повторить хотя бы вкратце. Седьмой самый низший пункт – это приятные отношения. Да, это просто вожделение. Просто они нравятся друг другу. Это все. И поскольку они приятны для чувств, они не видят недостатков. Это такие романтичные взаимоотношения, влюбленность. Шестой пункт, который следует из этого – неудовлетворенность. То есть начинают видеть недостатки, поскольку вожделение не может удовлетворить чувства. Невозможно. Поэтому оно переходит постепенно в раздражение и гнев. Начинают проявляться какие-то детали, небольшие, совершенно мелкие недостатки, которые начинают раздражать, вызывать неудовлетворенность. Это переходит в пятый пункт – конфликт. Конфликтный. То есть сначала они не конфликтовали, они просто нравились друг другу. Затем их что-то стало раздражать, какие-то совершенные мелочи, необъяснимые вещи. Затем они начинают конфликтовать из-за каких-то не очень важных вещей. Если это конфликт, это на этом уровне, конфликт может перерести в развод. Они даже не знают причины, почему они ругаются. И чаще всего сейчас они называют эту фразу, что не сошлись характерами. Это служит основанием для развода уже. То есть они не понимают, почему. Кажется, просто характеры не сходятся, потому что нас все друг в друге не устраивает на самом деле. Любые вещи. Хотя до этого они не видели таких проблем. То есть люди не знают, как это происходит, почему так происходит. Почему они сразу не поняли эти характеры в самом начале. Но все дело в том, что из вожделения возникает вот эта неудовлетворенность и раздражение. Если они не знают, как правильно строить отношения, особенно если они не соблюдают никаких регулирующих принципов, то они не смогут укоротить это раздражение и гнев. И так, если они продолжают свою семейную жизнь с уровня конфликта, они хотят улучшить ее, если у них есть такое желание и знание, они могут подняться выше, до уровня терпения. Вот то, что мы видим сейчас. Люди иногда достигают этого уровня терпения. Терпение. И они как бы видят недостатки, они чувствуют раздражение. Иногда они чувствуют вожделение, потом раздражение, снова вожделение, снова раздражение. Поэтому иногда у них мир в семье, иногда ссоры, иногда мир, иногда ссоры. То есть вожделение и гнев. Вожделение и гнев чередуются таким образом. И они просто научились это терпеть. Они думают, что такова жизнь ради детей, ради наших отношений, наших обетов. Они терпят друг друга. Иногда у них происходит конфликт, поскольку терпение ограничено. Это четвертый уровень. Можно научиться терпеть это. Все это относится, вот эти четыре категории, к низшему уровню взаимоотношений. Это фактически почти животные отношения. В невежестве. Но, конечно, терпение это большое качество. Хорошее качество. Но вот с третьего уровня начинаются правильные отношения. Это дхарма, исполнение долга над терпением. То есть это позиция исполнения своих обязанностей долга ради какой-то высшей цели. Например, они хотят сохранить брак ради того, чтобы продолжать просто духовную жизнь, воспитывать детей. И тогда не нарушать своих обетов. Дхарма перед Богом помогает друг другу просто в духовной жизни. Тут другие ценности. Тут они забывают о приятных, неприятных вещах. Тут они уже не идут на поводу вожделения. Здесь можно строить спокойные, правильные отношения. Уважительные. И поскольку они выполняют свои обязанности, это уровень дхармы, то и развивается уважение. Оно исходит именно отсюда. Когда один муж и жена вместе выполняют в каждой своей обязанности правильно, то будет уважение. Обязательно будет уважение. И эти отношения могут перерасти в дружбу. Духовную дружбу. Это очень высокий уровень. Практически это уже почти как духовный уровень. Дружба означает духовная дружба. Что им нет дела до каких-то лишних физических качеств, красоты друг друга. Они дружат, помогают друг другу развивать сознание Кришны. Вот и все. Они понимают, что живут ради Кришны, ради служения духовному учителю. И они дружески помогают друг другу. Это очень хороший союз. То есть рекомендуется при этом достичь вот этого уровня. Уровня дружбы. Выше долга. Но большинство молодых людей хотят любви именно. Им трудно иногда принять, что семейная жизнь все-таки отрицает какую-то любовь. Нет, но здесь есть первый. Это первый пункт. Духовная любовь. Пример Бхатинонта Кура. Это очень возвышенные отношения. Это практически освобожденные души. И здесь, чтобы не путать эти вещи, есть определение духовной любви. Все дело в том, что сразу же молодые предные хотят достичь уровня духовной любви. Не понимают, что это такое. Хотя начинают они именно просто с приятных отношений, думая, что это духовная любовь. Поэтому здесь описывается, что это такое. Это не имитация игры Радхи и Кришны. Это уровень духовной дружбы. Вырешит до того, что Кришна становится центром всего. Что делает супружеская пара? Муж и жена могут превратить свой дом в Айкунтху, даже если они находятся в материальном мире. Просто установят домом Божество Кришны и служают ему Божеству. В соответствии с указаниями Шастер. Так они никогда не будут чувствовать полового желания. То есть семейная жизнь свободная от сексуальных отношений. На уровне духовной любви нет вопроса об этом. Также на уровне дружбы и исполнения долга. Вот это все эти очень сильные пункты. Об этих нишах мы говорим, что там просто вожделение. Гнев меняется друг за другом. Итак, затем говорилось о том, что должна делать жена, как себя вести и как муж. Как жена помогает мужу в семейной жизни. Что она все устраивает. Сад вагуни. Должна правильно выглядеть. Правильно вести себя. Создать дома приятную, спокойную атмосферу. При всех обстоятельствах. Хотя это бывает очень трудно. Тем не менее, должна делать это. Чтобы создать атмосферу благости. Дело в том, что в атмосфере благости чувства успокаиваются. Божества дома должны быть, если они далеко от храма живут, грехатки. В доме должно быть очень чисто. Пища должна готовиться для божеств. Также грехатки должны омываться дважды в день. Носить чистые одежды. Жить как преданные. И основное правило в вашем грехатке – это чистота и терпение. То есть отношения должны быть спокойные. И должны быть очень чисто. И в такой атмосфере они могут легко соблюдать регулирующие принципы. Поскольку возбуждает гуна страсти. И грехатка, поскольку он будет соприкасаться с какой-то активной деятельностью для поддержания семьи. Он будет соприкасаться с гуной страсти. Поэтому если он будет возвращаться домой, где также будут гуны страсти и невежества, он почувствует, что семейная жизнь слишком тяжела для него. Что он не в состоянии быть в сознании Кришны. Он не способен продвигать свою семью. Почему? Просто потому, что жена не будет помогать ему. Но если жена будет помогать ему в этом отношении, он будет способен вести свою семью и сам продвигаться. То есть человек, семейный человек, развивает в своем сознании Кришны дома. Преимущественно дома. Иногда посещает также и программы. Но преимущественно дома. Там, где он живет, очень важное место. И Прабхупада был против разводов. Мы сочетаем несколько цитат. Брак – это серьезное дело. Нет вопроса о разводе в браке. Преданные должны обещать, что никогда не разведутся. Когда человек опускается до уровня кошек и собак, он забывает о своих духовных обязанностях и начинает смотреть на жену, как на источник чувственных удовольствий. Когда жену считают источником чувственных наслаждений, главным критерием в оценке ее качеств становится красота. И как только жена перестает доставлять мужу наслаждение, следует разрыв или развод. А даже жена с мужем сотрудничают друг с другом, стремясь к духовному совершенству. Они не обращают внимания на внешность друг друга. Их отношения никак не зависят от так называемой любви. Развод – это глупость. Никакого развода не существовало в ведические времена. Вы должны принять того, кто Бог дал вам, как мужа или жену. Вы обязаны это сделать. Не должно быть даже мысли о разводе. Вы можете не соглашаться с мужем, это вполне естественно. Иногда мы не соглашаемся друг с другом. Но нет никакого вопроса о разводе. Кто вообще придумал этот развод? Это то, что Парупада говорил. То есть никаких разводов – это наше правило. Хотя они есть, но мы продолжаем говорить. Никаких разводов – это наше правило. Никаких уступок здесь не будет. Развод греховно. То есть нужно быть серьезным, прежде чем сделать большой шаг, нужно быть очень серьезно подготовленным к этому. Никаких разводов. Парупада иногда приводил пример Ганди. Когда он поругался с женой, он выгнал ее из дома. Минут через десять буквально он вышел и привел жену обратно. Вот он сказал. Вот этот пример. Иногда можно иметь какие-то разногласия и ссоры. Муж и жена ссорятся. Поскольку они привязаны друг к другу, они будут ссориться. Вы не встретите мужа и жену, которые не ссорятся. Это так же, как вы не встретите ни одного ребенка, который не шалит. Такова природа. Если он не шалит, что-то не то с этим ребенком. Если муж и жена не ссорятся, что-то не то между ними. Значит, нет привязанности, нет какой-то основы. Привязанные люди иногда будут ссориться. Это даже если лила Господа Читания и Господа Кришны. Он тоже ссорится с своими женами. И с друзьями может поссориться. Почему? Потому что там есть привязанность. Там есть любовные отношения. И в семье муж и жена немного должны ссориться. Немного. Тут нужно иметь как бы разум. Но это вполне естественно, поскольку разные психологии, разные потребности. И семейная жизнь это развитие как бы материальных желаний. И мужчина всегда будет немножко, так сказать, тормозить в этом направлении. А жена будет немножко требовать в этом направлении. Всегда будут какие-то разногласия чуть-чуть. Немного. И поскольку мы преданы, мы понимаем высшую цель, то нам не трудно как бы поддерживать равновесие. Но материалистам труднее, труднее найти равновесие. Но нам гораздо легче. У нас есть большие преимущества на самом деле. Вопрос в том, чтобы не путать вожделение с духовной любовью. И здесь этот момент самый основной, что человек, он должен правильно введить свое положение, принимая греха с хорошим. Он не должен имитировать промаханцу. Он должен быть таким, как он есть, чтобы не совершить ошибку. Вот эта имитация приводит к таким вот плохим последствиям. Далее мы обсуждали тему вожделения. О том, что Кришна предлагала Раджуне разные уровни предания Ему. Первый самый высокий. Полностью предаться. Стать беспримесным преданным. Ман мана бхау ман бхак то. Всегда думай обо мне, стань моим преданным. Второй. Следовать принципам бхакти-йоги. Если человек не может думать о Кришне, он может следовать принципам бхакти-йоги и научиться. Научиться этой памяти. Сраваном, Киртаном, Смараном, Ванданом, Сакхием, Дасимом, Атма-Неведаном. Девять принципов. И если этот человек не может делать, в полном смысле слова. Не так, что мы можем отрекать этот пункт второй. Нет. Без Сраваном и Киртаном мы не можем развиваться. Какое-то количество Сраваном и Киртаном должно быть. Но если мы не можем полностью следовать этим путем, тогда мы должны работать для Кришны. И отдавать Ему, посвящать Ему плоды труда. Как мой гуру Махарадж говорил об этом, что грехаски. Хорошо, если они будут зарабатывать и жертвовать 50% своего дохода. в храм. Но он говорит, что практически никто из греха сейчас этого не делает. Если не можете 50%, то давайте меньше. Но грехаски настолько осквернены, что вообще ничего не дают. Он так говорил. Вот в Кальюгу так происходит. Что грехаска он не хочет давать ничего вообще. Ничего не хочет давать. Но он говорит, что все это нужно только мне, то, что я получаю.